Компактный кроссовер Mitsubishi IS-X наконец-то сменил поколение. Однако вместо радости поклонники марки издали вздох разочарования. Основание к этому есть, ведь новый Mitsubishi это не Mitsubishi. Перед нами европейский Renault Captur, сменивший лозанж на три бриллианта. По сути, японский IS-X попросту сняли с производства. Впрочем, после присоединения Mitsubishi к альянсу Renault Nissan, подобные перемены в модельном ряду были вполне ожидаемы. Справедливости ради отметим, что уходящий IS-X был представлен в Японии в далеком 2010 году. И смены поколений за 12 лет не дождался. Более того, его построили на платформе GS, разработанной совместно с Daimler Chrysler еще в середине 2000-х. Новая машина заметно компактнее, длина уменьшилась на 14 сантиметров. Дизайн же обсуждать бессмысленно. Кузов даже в деталях не отличается от Captura. Скажем, задняя камера, изначально спрятанная в Renault-шный ромб, осталось висеть на багажной двери в отдельном корпусе. В интерьере отличий от Renault тоже немного. Панель приборов может быть как аналоговой, так и цифровой. Причем цифровая предлагается в двух версиях на 7 или 10 дюймов. Вертикальный экран мультимедиа тоже можно выбрать поменьше или побольше, 7 или 9 дюймовый. Набор систем безопасности довольно широк, а вот трансмиссии 4х4 нет и не будет. Ведь у исходного Еврокаптюра ее тоже нет. И это в автомобиле марки Mitsubishi, известной своими полноприводниками. Силовые агрегаты почти копируют французского родственника. Нужна версия попроще, выбирая машину с 90-сильной 1-литровой турбо-тройкой. Старшая версия представляет собой мягкий гибрид с надувной четверкой 1.3 и стартер-генератором. На вершине гаммы есть еще два полноценных гибрида ИТЭК с атмосферным бензиновым мотором. Обычный с батареей на 1,5 кВт часа и подзаряжаемый с батареей на 10,5 кВт часов, позволяющий проехать полсотни километров, не запуская ДВС. Мощность 143 и 159 л.с. соответственно. В продаже новинка появится весной 2023 года. Сборку предсказуемо наладят на испанском заводе бок о бок с Каптюром. Удивляться тут нечему. Новая стратегия Митсубиши предполагала, если не уход из Европы, то сворачивание разработок отдельных моделей для европейского рынка. Хотя тот же Outlander, переведенный на платформу Альянса, сохранил самобытность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова